Беларусь, благодаря своей истории и географическому положению, на сегодняшний день является многонациональным государством. Пройдя свои истории через многое, включая геноцид беларусского народа в ходе Второй мировой войны и все ужасы Холокоста, мы навсегда закрепили в своем общественном и национальном сознании отрицание любой межэтнической, межкультурной и межконфессиональной розни. В современной Беларуси проживают представители порядка ста национальностей, которые говорят на 164 родных им языках и исповедуют все основные мировые религии. Благодаря созданной Беларуси прочной системе защиты и поощрения прав и свобод национальных, этнических, религиозных и языковых меньшинств, представители всех национальностей считают Беларусь своим домом. Выстроенная в нашей стране система общественных отношений основывается на Конституции Республики Беларусь, которая гарантирует поощрение и защиту всех соответствующих прав, в том числе относящихся к нацменьшинствам. Реализовать этих прав содействует специальный государственный институт, уполномоченный по делам религии и национальностей, а также созданные при нем консультативные советы, работа которых направлена на укрепление и развитие межконфессионального и межэтнического согласия. С сожалению, вынуждены констатировать, что вопросы национальности, религии и языка зачастую становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности. Должен сказать, что прозвучавшие здесь со стороны некоторых соседей Беларуси заявления абсолютно не имеют ничего общего с реальностью, являются высосанными из пальца, политизированными и надуманными. Наши соседи, к сожалению, научились манипулировать информационными фейками. Но именно ответственное соседство, основанное на равноправии государств, взаимном уважении государственного суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела, является залогом того, что фактор национальных меньшинств не станет разделяющим, а наоборот станет фактором, обогащающим развитие конкретной страны. Мы призываем все страны мира остановить попытки решать проблемы своего населения за счет соседей. Это путь к межгосударственным конфликтам. В проигрыше в конечном итоге будут обе стороны. Миграция, особенно в современном мире, является важным элементом формирования национальных меньшинств. Этот фактор коснулся и Беларуси. Беларусь является ответственным участником всех возможных международных форматов. Те мигранты, которые выбрали Беларусь в качестве места учебы, а их более 30 тысяч работы или проживания, чувствуют себя как дома. За последние несколько лет мы неоднократно фиксировали и пресекали попытки внешних сил оказывать влияние на политическую жизнь нашей страны с использованием языкового и национального факторов. Все эти действия провалились благодаря мудрости беларусских граждан, каждый из которых, будь он беларус, русский или поляк, православный или иудей, уверенно и защищенно чувствует себя неотъемлемой частью единого беларусского народа. Одновременно каждый гражданин Беларуси имеет возможность для сохранения своей национальности, культуры, языка или религиозной идентичности. В большинстве государств мира, как и в Беларуси, в подавляющем случае вопрос национальных меньшинств – это результат соседства, а соседей, как известно, не выбирают. Беларусь ждет у себя представителей разных народов, готовых участвовать в строительстве и развитии независимой и процветающей Беларуси. Заявляем о готовности и далее всячески предпринимать все необходимые меры для недопущения превращения вопросов национальности, религии и языка в оружие международных политических конфликтов. Благодарю за внимание.